Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Алло, Селяма Маликам. Я звоню вам из Симферополя, меня зовут Вера. Я хотела бы вас видеть на вопрос, сколько сортов кофе. По поводу кофе. Ага, мы разыграем сейчас или все, что-то подождем немножко. Сейчас, у нас был диалог, который мы сейчас немножечко прервем для розыгрыша. Итак, вопрос. Сколько наименований, сколько видов есть кофе у торговой марки «Леба»? 8, 9, 10. Это, да, вошла с вас. Юрий Бей, если позволите, буду обращаться к вам так. Расскажите вообще про грибной спорт. Что это? С какого возраста начинают вообще этим заниматься? Популярен ли он среди молодежи? Поскольку, вот как сказал Тамара Хану, он входит в олимпийскую программу, и мы знаем, что это и нелегкий вид спорта к тому же. Расскажите немножко об этом. Добрый день еще раз, уважаемые телезрители. Хочу сказать, чуть-чуть поправить, Тамара Владимировна, я не президент Федерации грибного спорта России, я исправленный директор этой федерации. Вот, и могу сказать, что грибной спорт, это, ну, один из самых популярных видов спорта, к сожалению, за рубежом. У нас он имел огромную популярность где-то в 70-е, 80-е годы, потом в связи с перестройкой чуть-чуть стало тяжелее. На сегодняшний день мы опять пытаемся возрождать его интерес к нему, интерес в основном молодого-молодого населения. С точки зрения времени начала занятий, это 13-14 лет. То есть в этом плане он интересен как раз тем, что кто-то может себя попробовать в других видах спорта, в плавании, в лыжах, в легкой атлетике, и когда понимаешь, что там что-то не получается, добро пожаловать к нам. У нас может достигнуть любых высот в спорте и именно в олимпийских бюджетах. На сегодняшний момент основная задача у федерации стоит, это помимо, конечно же, очков, голов, медалей и выступлений на чемпионатах мира, олимпийских играх и чемпионатах Европы, это именно популяризация его среди населения. И вот в следующем четырехлетии мы как раз хотим посвятить тому, чтобы поднять интерес к нему молодежи. И хотим начать развивать именно студенческий вид спорта, то есть войти в вузы посредством привлечения студентов к здоровому образу жизни. Поскольку в нашем виде спорта, когда мы выходим в листинал, работает 95% мышц, соответственно, практически все, что есть у человека, все развивается, все работает. По интересу, который он будет представлять, это зависит от того, насколько эффективно и красиво мы будем представлять эту картинку. Собственно, поэтому мы приехали вот сейчас в Крым. Правильно сказала Тамара Владимировна, Крым для нас очень интересный регион, поскольку это юг, самый южный наш регион и условия, возможности подготовки и тренировки здесь очень хорошие и грех от них отказываться. Больше того, их нужно развивать и максимально использовать. Спасибо. Тамара, хотелось бы спросить, мы привыкли, что спорт это в основном мужское дело, гребли это достаточно нелегкий вид спорта, скажем так, заниматься ли представительниц прекрасного пола этим видом спорта? И насколько активно? В этом году на чемпионате России по южству, да, в Новгороде, наши девочки заняли первое место. До 17 лет. Да, до 17 лет. Сокчанки заняли первое место и четверо-третье места. Так что это призовые места заняли ваши соотечественницы, которым, в общем-то, заботы никакой не было проявлено. Не со стороны представителя попечительского совета, кем является мэр города Саки. Обещанные лодки не куплены. 7 вая были обещаны. Но победы есть, а если эти победы будут подкрепляться, они будут и на мировом уровне. Да, эти победы чисто на двух палках, но надо же подкреплять этих детей. Следовательно, если в таких тяжелых ситуациях наши спортсменки добиваются победы, то что будет, когда уже будет все готово? Я думаю, когда я буду создавать свое президентство, точно олимпийцы выйдут от вас. За автоматом, да. Ну, в любом случае, я бы хотела, чтобы вы еще, вот, как чисто Крымс-Татарский канал, Миле, помогли по своим, вот, объявляя просто просьбу такую, потому что все буквально группы национальности, я даже их не делю, для меня есть просто хорошие глаза или плохие. Вот, и веры не существует, просто есть Бог у человека в глазах или нет. Поэтому я хочу сказать из этого исходя, обращаюсь к Крымс-Татарским властям, чтобы они просто обратили на нас внимание, потому что я очень ценю, и я тоже могу большую пользу привести людям, если только, конечно, пойму, что нас оценивают, потому что мой труд чисто общественный, я же вам сказала. Я 45 лет в железнодороге, это железнодорожные мы войска прошли, поэтому к спорту не имела никогда отношения, я взялась за это, но меня надо поддержать, мне 66 лет, мне не стыдно говорить, я требую, чтобы меня поддержали. Мы думаем, Ваше Розова, ты слышишь? Спасибо. Юрий Бей, насколько все важно заниматься спортом, и что бы вы сейчас хотели бы пожелать всем спортсменам, у вас есть такая возможность, крымским спортсменам, они вас сейчас смотрят, что бы вы хотели пожелать? Ну, спортом заниматься это очень важно, конечно, на самом деле, поскольку это возможность развивать свое тело, возможность развивать себя, и, как бы, занимаясь спортом, никто не мешает развивать интеллект, и даже более того, если тело здоровое, дух здоровый, то, соответственно, максимально можно приложить себя и потом и в бизнесе, и в образовании, и в учебе, где бы это не хотелось, где бы не моглось. Ну, на самом деле, еще хочу, конечно, всех пригласить, всех спортсменов и жителей Крыма пригласить на наш чемпионат России, который пройдет 24-25 числа в поселке Новофедоровская. Это, на самом деле, впервые, в принципе, в России, когда мы будем проводить чемпионат России по прибрежной гребле, это дисциплина академической гребли. Она пока не олимпийская, но с семимильными шагами шагает к этой цели. И впервые будем проводить его на море. До этого мы проводили в Финском заливе, там, конечно, чуть-чуть другие условия. Сейчас вот мы как раз будем проводить на Черном море. Хочу сказать тоже большое спасибо властям, которые нам помогают, и руководству поселка Новофедоровская, и Романову, поскольку, на самом деле, Виталий Юрьевич, очень большую помощь оказывает в организации. И для того, чтобы чемпионат прошел на высоком уровне. Я хочу подчеркнуть, что власти это в лице господина Рассоловского, это рай госадминистрации. Город избегал, председатель попечительского совета, мэр города, он избежал вообще всячески, потому что ребята приехали 2-го числа, сентября, когда выбирали место. Нас, кроме Рассоловского, никто не понял и не принял. Поэтому мы базируемся в Новофедоровке, и специалисты по берегу, как он называется, Коломейский залеп, вот этот Коломейский, а не Коломейский, да. Вот он хороший для проведения, в общем, все отвечает. Короче, спасибо большое господину Рассоловскому, потому что это все хлопоты у него. Тамара Ханом, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Ой, прежде всего, всем телезрителям на полуострове Крым я бы желала добра и мира, мира и добра. Вот когда, да, вот когда каждый поймет, что очень хрупкий мир, везде, вообще во всем мире, но на полуострове это точно, это вообще особый регион, будет мир, все будет хорошо. И люди, чтобы понимали, кто гости, а кто хозяева. Это очень важно, места не путать в жизни. Иначе можно вообще остаться без собственных мест. Чех сам. Спасибо, что посетили наш студий, к сожалению, наше время ограничено. Мы рады были видеть вас у нас в гостях, приходите еще и успехов новых спортивных побед. Чех сам. Ищут дослар позиция девамите. Спасибо.